Ну а те, кто на войну не поедет, обязаны на нее скинуться россиянам, урезают зарплату и принудительно заставляют донатить армии. Мало того, война в целом ведется на деньги налогоплательщиков и без их согласия, так еще и налоговые сборы теперь стали нормой. Не налоговые сборы теперь тоже стали нормой и в некоторых случаях даже обязанностью. О новом обороте для россиян, о новом оброке для россиян, прошу прощения, мой коллега Михаил Шевелев. Он присоединяется к нашему эфиру. Миша, тебе слово. Да, Вов, привет. Ну, на самом деле, вот чаще всего эти деньги на нужды фронта беженцев с Донбасса, жителей Луганска или Донецка, это так называемые добровольные пожертвования. На самом деле это не так. В действительности организации бюджетные не только ведут списки тех, кто сдал деньги и тех, кто не сдал деньги. И даже фиксирует суммы этих взносов. Есть случай, когда деньги урезают с зарплаты даже без спроса человека. Москвич Сергей Дубов рассказывает, его жена работает в детском саду. На прошлой неделе ей пришла зарплата за сентябрь, но не полная. Давайте послушаем. На прошлой неделе ей пришла зарплата и оказалась намного ниже, чем должна была быть. Должна была быть примерно 40 тысяч должна зарплата была быть. Где-то 30 у нее аванс и 40 тысяч у нее зарплата. Пришло во многократно меньше, где-то 15 пришло. И аванс у нее был около 15. И мы чуть-чуть прибалдели, так скажем. Из-за чего это случилось? Нам, так скажем, не объяснили изначально. Ничего не приходило, никакого сообщения. Она ничего не подписывала. Просто такая зарплата пришла. Потом объяснили, что нужны средства для военной операции. Ну, как-то так. В общем, сказали, что денег на фронте не хватает. И нужно как-то немножко поделиться, так скажем. Зарплату при этом сократили и остальным сотрудникам детского сада. Урезали в среднем около 20%. Сергей и его жена при этом выплачивают кредиты в этом месяце. Им придется вдвоем в Москве жить на примерно 15 тысяч рублей. О том, будет ли снова урезана зарплата в октябре, они не знают. Но надеются, что все-таки придет в полном размере. Другой пострадавший от этих, так называемых, добровольных взносов на армию Андрей рассказал историю своих родителей. Они работают в одной из школ Хабаровского края. В сумме оба получают около 50 тысяч рублей. Но в прошлом месяце 4 тысячи из этих 50 они тоже потратили на нужды армии. Давайте послушаем, Андрей. Родители, оба бюджетники у меня, всю жизнь работают в школе. Мы с ними общаемся периодически. Мол, типа, вот ходила, ездила, мол, типа, в магазин, купила там носки, сигареты. А я говорю, какие носки, какие сигареты? Она, ну, типа, вот мы собираем там мобилизованным, послезавтра повезут в райцентр. Но это небольшой поселок. Обстановка такая, что если ты попрешь против, пойдешь против этого всего и скажешь, да нет, да почему я не буду, я не хочу. То есть ты автоматически становишься изгоем в глазах других. Ну и поэтому, естественно, родители Андрея тратят эти деньги, покупают то, что нужно мобилизованным и тем, кто сейчас на фронте. Еще одна история из Хабаровска. Удивительно, почти 10 тысяч километров до Донбасса, но именно там очень активно собирают помощь фронту и жителям Луганска и Донецка. Сообщение с призывом перечислить деньги появилось в чате регионального управления охраны «Газпрома». Его подлинность подтвердили нам наши зрители. Давайте послушаем, что было. Дальневосточное межрегиональное управление ПАО «Газпром» в городе Хабаровске вызвалось оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях. Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее тысячи рублей. В дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу. Ну, то есть охранникам, работающим на Хабаровске в предприятиях «Газпрома», надо сдать менее тысячи рублей и обязательно отчитаться. На самом деле, мы сегодня утром призвали наших зрителей писать, если они, их друзья или родственники столкнулись с такими историями. Десятки писем пришли нам на почту, и я еще раз призываю, пишите нам на почту armiasobaka.tv.tv, если вы или ваши родственники или знакомые сталкиваетесь с такими незаконными, абсолютно сборами средств на нужды армии. Иногда, вот среди этих историй, иногда это рассылка по чатам домов, например, там просят задавать деньги. Иногда приказы, приказы на работе. Где-то, как, например, в Волгограде, это реклама на улице. Отправьте смс на номер 900 с текстом «Победа» и «Сумма и пожертвования». Почему-то, причем на этой рекламе указано старое название города Волгоград – Сталинград. Ну, на самом деле, еще с самого начала мобилизации известно, что именно жены и матери собирают сыновей и мужей на фронт, а именно они платят за их пауэрбэнки, одежду, нижнее белье, даже бронежилеты. И тратят на это десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, тратят накопления, одалживают, берут кредиты. Ну, это непонятно. Но вот сегодня издание «Блокнот» публикует видео, где, как утверждается, мобилизованные в Воронеже рассказывают о том, что их семьи купили им, какую экипировку они снабдили, той, которой в армии сейчас, видимо, нет. Сегодня 8 октября, вот к нам в гости в часть с ребятами приехал губернатор Гусев, который даже, к сожалению, не соизволил подойти, спросить, как мы, что. Вот вся одежда, которая на парнях, вот это вот все, вот видите, разгрузки, берцы, вся вот эта трихобудия, это вот все, что купили наши родственники, а не благотворительная, скажем так, помощь от нашего губернатора, и от нашей власти. Вот. Пацаны, как вы рады приезду? Очень, да, слезно, блять, аж. Радость полную штанами. Аж плакать хочется, слезы текут очень большие. Вот, видите, как мы все рады. Череп-то радый? Очень рад. Помаши губернатор ручкой. Губернатор ручкой. Ну, вот можно судить, что такая тыловая финансовая мобилизация проводится в огромном количестве регионов России, и в некоторых ее организовывает Общероссийский народный фронт, региональное его отделение. Такая организация известная, созданная Владимиром Путиным, им же и возглавляемая. Чаще всего она занимается сбором одежды, средств, еды для мобилизованных и тех, кто сейчас на фронте. Ну, вот еще раз призываю наших зрителей, если вы или ваши знакомые сталкиваетесь с таким, пишите нам на почту армии собака.tv. Спасибо большое. Благодарю моего коллегу Михаила Шевелева, который рассказал, как россиян заставляют из собственного кошелька оплачивать эту войну.